На первый взгляд это деталь от конструктора. Имплант для позвоночника состоит из трех частей. Сама технология замены суставов не новая, но именно совместная работа ученых Самарского и Медицинского университетов позволит создавать вот такие отечественные импланты гораздо быстрее и без ущерба для качества. Это тот случай, когда стоило заново изобрести, но не велосипед, а имплант шейного позвонка. Ученые Самарского университета совместно с Медицинским вузом и больницей Пирогова улучшили стандартный образец и создали свой через сотни экспериментов и научных опытов. Данный имплант получен методом селективного лазерного плавления, то есть лазер плавит частички металла, сплавляет между собой и слой за слоем получается изделие. Замена шейных позвонков – распространенная операция. Необходимость поставить имплант возникает при остеохондрозе, онкологических заболеваниях, после травм у спортсменов. Больше половины населения планеты после 40 лет попадает в группу риска. Получается, у нас есть верхний и нижний позвонок, грубо говоря, болтами вкручивается в позвонки, и вот этот имплант, он как раз их скрепляет между собой и позволяет человеку, скажем так, не лежать, а жить дальше. Сейчас больным ставят импортные образцы. Их изготовление приходится долго ждать, и стоят они дорого. Производство отечественных имплантов из российского сырья позволит экономить сразу несколько ресурсов – время и деньги. Металл – это чистый титан, он наиболее биосовместим с человеческим организмом, и исследования показали, что он интегрируется в клетки человека и не вызывает токсичные реакции. Такой имплант может прослужить до 15 лет. В своих разработках самарские ученые пошли еще дальше. Каждую деталь можно создать анатомически адаптированной. 3D-принтер за несколько часов напечатает позвонок с учетом всех особенностей строения позвоночника. Сейчас разработка самарских ученых находится на стадии эксперимента. Впереди клинические исследования отечественных имплантов на совместимость с тканями человека. Олеся Корецкая, Станислав Левин. События.